Всем привет! Вы находитесь на канале All Dutchman, с вами я, Владимир Козархюк и тема сегодняшнего видео, как вы уже поняли из названия, а плоская ли земля? Ну, раньше у нас говорили по этому поводу так. Земля имеет форму чемодана, за любым углом можно встретиться. Честно сказать, я не понимаю людей, образованных людей, взрослых, прошедших, скажем так, через высшее учебное заведение, имеющие за плечами не один год высшего образования. Вдруг внезапно утверждающих, что современная наука это ложь, земля совсем не круглая и тем более не эллипсоидная, она плоская и они могут вам это доказать. Ярким примером вот этого вот идиотского, скажем так, идиотской теории является певец Юрий Лоза. Он во всеуслышание, блин, на полном серьезе заявляет о том, что земля, блин, плоская. Вы посмотрите, с какой бы стороны вы ни стояли, вы видите только плоские равнины и так далее. Я к таким людям, как Юрий Лоза, ну, нет, творчество его мне нравится, я слушаю его песни даже сейчас, но то, что происходит с ним сегодня, и то, что происходит с людьми, которые утверждают, что не только Юрий Лоза прав, но и там целая куча америкосовских вот этих вот балбесов тоже правы, тут что-то странное. Почему? Потому что, во-первых, есть одна хорошая такая поговорочка. Современная наука дала нам смартфоны и интернет, а интернет и смартфоны дали нам поколение деградирующих, отрицающих современную науку людей. В группе в одной на Фейсбуке попадается иногда в рекомендациях, это может вас заинтересовать, или нет, и так далее, просто отметаешь в сторону. Меня привлек один спор, один диспут по поводу плоских земли. Там была картиночка, кто-то где-то приобрел плоский глобус. Короче, коробочка, обычная коробочка, и в ней вот такая вот подставочка, со стоечкой, и на этой стоечке обычный диск. Земной диск, не шар, а именно диск. И кто-то написал, я не знаю, кто производитель, но это гениально, я бы себе такое купил. И разгорелась дискуссия. Там одна женщина встряла с ними в этот диспут, потом поддержал ее какой-то мужчина. Но, видно, эти люди, елки-палки, никогда не сталкивались с идиотами, с троллями, и уверенными в своей теории людьми, отрицающими напрочь все действительно правильное и стоящее. Они начали такую там нести ерунду, вот эти вот плоскоземельщики и так далее, что просто диву даешься, откуда у взрослых людей такой вот недостаточный уровень развития интеллекта. Есть миллиарды доказательств того, что и американцы были на Луне, и вот китайский спутник тусуется по Луне. Луна 25, правда, хлопнулась, но это бывает, это бывает. Луноход-то советский ходил по Луне, присылали фотографии с Луны, в каком состоянии Земля. Увы, она не плоская, это еще тогда было доказано, это еще для таких вот, как вот эти вот людишки, тогда еще было доказано. Люди летают в космос, люди летают на самолетах, на гиперзвуковых самолетах. И у меня иногда складывается впечатление, не впечатление, а я иногда думаю, что в основной своей массе вот эти вот товарищи, женщины, мужчины, там, молодые люди, подростки, дети, которые утверждают, что Земля плоская, а все остальные просто бараны, у них под спудно, наверное, есть желание полетать в космосе на шару. То есть, ну почему только космонавты и летчики-испытатели поднимаются на такую огромную высоту и летают? Мы тоже хотим, но финансы не позволяют. Поэтому нам бы хотелось как-нибудь их привлечь на свою сторону, чтобы полетать. Может быть, такая мысль у этих людей в голове крутится, поэтому они развивают такую теорию дальше. Но те, кто утверждают, что Земля плоская, это, знаете, я не отрицаю того, что есть какие-то мистические вот эти вот сущности, которые существуют в различных, допустим, параллельных мирах, как сейчас утверждают многие люди, назвавшие раньше научную фантастику научной фантастикой, а сегодня это якобы альтернативная история мира. Я не отрицаю по научной фантастике, по вот этим теориям того, что существуют какие-то параллельные реальности, параллельные, скажем так, миры, и иногда время от времени открываются какие-то порталы или прорехи между нашим миром и миром вот этих вот каких-то сущностей, и они попадают сюда. Кто-то их видел, кто-то их не видел, те же самые привидения или еще что-то. Но да бог с ним, это уже решать не мне, и тем более никому из нас, здравомыслящих людей. Но по поводу вот этой вот плоской земли, современное общество просто-напросто деградирует. Деградиану скатывается в средние века, и те, кто видит это, те, кто вбрасывает вот эту вот ложную информацию вот в это вот современное сообщество, довольны, наверное, тем, что такое происходит, потому что их устраивает, скорее всего, то, что люди деградируют, потому что толпой баранов намного проще управлять. Есть же хорошее высказывание, что те, кто смотрит телевизор, всегда будут управлять те, кто читает книги. Я эту фразу тоже очень много раз повторял, и некоторые люди, которые даже у меня на работе считают, что все, что абсолютно, абсолютно все, что говорится в телевизоре, это чистейшая правда и ничего, кроме правды. Один новостной канал говорит одно, другой новостной канал говорит второе, там еще кто-то, третий и так далее, и так далее. Эти люди делают свои выводы на основе тех высказываний вот этих вот журналистов или корреспондентов из телевизора, с тех каналов, и утверждают, что те люди правы. Но в тех каналах, в тех новостях и вообще вот в этих репортажах, неважно какой тематики они касаются, журналисты не всегда освещают реальные события. Во множестве своих вот этих вот передач, они высказывают свою точку зрения на происходящее. Люди же, которые смотрят телевизор, верят безоговорочно в то, что они видят и слышат по телевизору. Поэтому намного лучше и полезнее для развития ума будет читать книги. Потому что книга это все-таки источник знания, это раньше говорилось, это говорится сегодня. Но, увы, если у человека в руках смартфон, он считает себя круче всех. Зачем ему какая-то энциклопедия, зачем ему какой-то справочник, если можно все прочитать в гугле или в википедии? В википедии иногда существуют тоже различные мнения, различные факты, которые являются ложными. И это нужно проверять, это очень сложно проверить. Но если проверяется, то страница в википедии, к примеру, уничтожается и автор блокируется, он больше не может ничего там писать. А в гугле, в интернете, в господи, в этом интернете всякой ерунды полно. Раньше же считали, как? Как появится вот это, как откроют интернет для всеобщего доступа, можно будет делиться знаниями, можно будет читать мировые книги из мировых литератур, вернее из мировых библиотек. Можно будет рассматривать через музеи различные картины и так далее. Что же происходит на самом деле? Люди постят котиков, собачек и голые сиськи. Вот вам современный интернет. Вот вам сущность современного человека. Не важно, как бы он ни развивался, не важно, сколько бы образования он за своими плечами не имел, но если его очень легко взять на крючок, скажем так, легко им манипулировать, то, к сожалению, грош цена образованию этого, скажем так, образованного человека. Недавно мне попалась тоже одна вот маленькая такая вот, не картинка, а, скажем так, публикация. Идет человек, несет на себе груз знаний в виде огромнейшего тяжелого кирпича. И написано на этом кирпиче, два высших образования, опыт работы, мизерная зарплата. Навстречу ему идет парнишка, несет на своей спине огромную кучу денег. И написано, 16-летний тиктокер, радостно танцующий и сущий себе в штамме. Доказательство того, чем занимается сегодня современный интернет. И особенно вот эти вот люди, которые утверждают, что плоская земля, это на самом деле так и есть, земля никогда не была круглой. Хорошо, ребятки, ответьте мне, а что с той стороны земли? Вот она плоская, вот мы находимся здесь, да? А что под этой плоскостью-то вы, бараны, объясните мне, что там под этой плоскостью? Если вы такие утверждающие, что ваша теория самая правильная, объясните вот нам, простым людям, мне в частности, объясните, что... Хорошо, здесь, допустим, вот, допустим, земля плоская, здесь вот материки, океаны, скажем так, вот эти вот озера, реки. А что под этой плоскостью, под низом-то что? Объясните. Придурки, блин, а? Ну, как можно? Уже была как-то трехмерная модель земли в интернете. Там достаточно подробно были сделаны все замеры гор, впадин морских, марианской впадины, все возвышенности и так далее, долины, леса. В общем, была сделана модель земли, но без воды. И тут не то, что камень в огород представителей круглой земли, но земля не круглая, она имеет форму какого-то вытянутого эллипсоида. С одной стороны горы торчат, с другой стороны вот эта марианская впадина, там где-то еще какие-то возвышенности, еще что-то. Если убрать всю воду, то она имеет вот такую какую-то форму, какое-то яйцо, какое-то деформированное. Но за счет того, что земля крутится и на ней вода, земля вращается вокруг своей оси, вращается по орбите вокруг Солнца, равномерно распределяется вода на поверхности земли. Естественно, атмосфера за счет магнитной силы, за счет магнитного притяжения тоже держится вокруг в форме сферы. Ну неужели же это так тяжело понять? Елки-палки, но это даже не элементарная физика. Это елки, это блин, старшая группа детского сада. Любого ребенка сегодня спроси, какую форму имеет земля, и любой ребенок скажет, дядя или тетя, ты что, дурной или дурная? Земля, земля же круглая, любой ребенок скажет. Но современная молодежь, особенно те, кому делать нехрен, особенно те, кому делать нехрен, утверждают, что земля плоская. И они очень легко поддаются на все вот эти провокационные теории, на все вот эти, скажем так, измышления каких-то имбецилов, в первую очередь из Америки, они очень легко на это поддаются и принимают это за чистую монету. Им намного проще поверить в то, что говорит кто-то, чем поискать действительно источник, правдивый, настоящий, в котором будет все написано. То же касается и не только вот этих вот плоскоземельщиков, то же самое касается и представителей альтернативной истории, потому что многие утверждают, что якобы в конце 18 века была атомная война, многие люди погибли, многие цивилизации ушли и так далее, и так далее, якобы и динозавры аж до 18 века существовали. Но это идиотизм, ребятки, это идиотизм. Научитесь отделять правду от лжи, научитесь понимать, когда вы читаете фантастику, когда вы читаете фэнтези, когда вы читаете научную фантастику, и когда вы читаете какие-то факты исторические или археологические разработки, вот эти вот, изыскания вот этих вот ученых, научитесь это вот отделять друг от друга, не смазывая все в кучу и утверждая, что какой-то там Алан Чумак, заряжающий воду до сих пор, блин, заряжающий воду через экран смартфона, ваш селитель, этот, блин, ваш Алан Чумак, обычный спортивный обозреватель, и у него нет никакого медицинского образования. И точно так же я могу с уверенностью сказать о тех людях, которые утверждают, и которые создают теорию плоской земли, что у них нет никакого высшего и даже средне-технического, скажем так, образования, но они утверждают какую-то лабуду от незнания, от малого развития своего интеллекта. А вы им верите. Ну что ж, нет, честно сказать, мне, конечно, немножко смешно, немножко весело от того, что вокруг такие бараны бегают. Ними проще манипулировать. Действительно, такими баранами проще манипулировать. Достаточно понизить голос до серьезного, сделать умное выражение лица и спокойно этому человеку объяснить, что он в какой-то степени прав. То есть вы, рассказывая ему вот так, поддакивая и хватая его на такой крючочек, цепляете его и можете ему внушать уже все, что угодно. Тут даже гипноз не может. Ладно, ну и всех нафиг этих плоскоземельщиков. А то сейчас набегут, начнут жаловаться на меня и на мой канал. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, ставить лайк. Будьте нам здоровы. Всем того же, что и вы мне пожелали. С вами был я, Владимир Козовчук, автор канала All Dutchman. Всем пока.